Друзья, всем привет! Как вы уже поняли из названия этого видео, я вернулся к выполнению своих трудовых обязанностей на прежнем рабочем месте. Я снова тренер по спортивной гимнастике с ШОР номер 4 города Челябинска. Изначально это видео я планировал снимать как очередной видеоблог дня из жизни безработного тренера, но в процессе съемок и монтажа все обрастало дополнительными подробностями, событиями и новостями. И поэтому я уже решил дождаться окончания всей вот этой истории и рассказать вам об этом в одном видео. Ну и первое, что нужно сказать, это то, что директор, которая меня уволила, освободила свое кресло через день после моего ухода. И начальник управления спорта города Челябинска назначил на должность директора нашей спортшколы нового человека Сергея Александровича Даниленко. Сергей Александрович появлялся в наших видео и у него есть свой YouTube канал. Если хотите подробности познакомиться с ним, заходите туда. Ну здесь я скажу одно лишь, что он мастер спорта, он воспитанник нашей школы с трех лет. Он брал медали на Кубке России, на Чемпионате России. Также он работает тренером в нашей школе и судья всероссийской категории, судит там Чемпионаты России и прочее. Вот. И когда его назначили, ему было поручено провести проверку по факту моего увольнения, чем он, в общем-то, и занимался. Об этом, кстати, вышел репортаж, который, опять же, вы могли видеть в предыдущем ролике, как он снимался, когда к нам приходила пресса. Здесь живой Телицына и новый руководитель школы Сергей Даниленко. По его словам, бывший директор просто решила сделать пакость перед своим уходом. Сейчас в школе идет внутренняя проверка. Андрей Игоревич, надо возвращать и брать на работу. Это лично мое желание. Это желание родителей, детей. В данный момент мы начали проверку по фактам, по каким фактам его уволили. Ну и пока шла проверка опасности чтения «Властелина колец» и «Ведьмака», я тренировался на улице. Погода в Челябинске радует, поэтому я сегодня тренируюсь на площадке, которую вы уже видели раньше. Погода в Челябинске После выхода репортажа начальник управления спорта города Челябинска приехал в нашу спортшколу для того, чтобы встретиться с родителями, которые также обращались к нему для того, чтобы он как-то разобрался с этой ситуацией. А начальник управления сказал, что его позиция, что дети не должны страдать от разборок взрослых. Вот такая статья вышла в соцсетях управления. Ну и, естественно, это подарило надежду на мое скорое возвращение, но и в том числе отложило съемки этого видео. Ну и надо сказать, что действительно все эти разборки влияли на настроение детей, ну и вообще на нашу работу, потому что, опять же, вся эта история выпала на финишную прямую подготовки к первенству УРФО. То есть наши гимнастки с Викторией Александровной готовились к тому, что будет первенство УРФО, которое, в свою очередь, является отбором на первенство России. И вот на этой неделе как раз девчонки с Викторией Александровной туда уехали для выступлений. Участвовало в первенстве УРФО две команды. Одна команда была перворазрядниц. Там участвовало четыре человека и три наших девчонки – Саша, Полина и Вероника. Кроме того, была команда смешанная, более старших девочек, кандидаты и мастера. Там из шести человек участвовало четыре наших гимнастки, две Кати и Полина с Варей. Девчонки, я считаю, выступили очень даже неплохо. Обе команды заняли второе место. И так как первое и второе место являются проходными на первенство России, поэтому у нас теперь еще есть месяц на подготовку к первенству России в Сочи. Но я отдельно хочу сказать, что очень классно, очень нас порадовала своим выступлением Катя, потому что она на этом УРФО выполнила норматив мастера спорта. Для того, чтобы девочек его выполнить, надо превысить отметку в 48 баллов. Катя прошла без падений, ей это удалось, и теперь надо еще раз повторить ей этот результат для присвоения разряда. Поэтому это очень нас порадовало. После выступления девчонок, когда они уже вернулись, меня восстановили в должности. Проверка закончилась. И, в общем-то, это очень кстати, потому что с понедельника у нас уже начинается подготовка к первенству России. А Виктория Александровна возьмет трех перворазрядниц, и это тоже очень классная новость, и будет готовиться к первенству России на спортбазе «Озеро Круглое». Дело в том, что в июле этого года, летом, у нас Саша попал в списки сборной, и они с Викторией Александровной и с еще одной нашей девочкой Полиной уже ездили на спортбазу «Озеро Круглое». А девчонки остальные тренировались со мной. Вот и сейчас Сашу снова вызвали на сбор. С ней поедет еще две девочки от Полина, которая уже ездила, и Вероника, которую вы, кстати, наверняка помните по зарубе с Никитой Нагорным. Сейчас будет решающий. Вероничка, давай. Киборг-убийца. Следующий раунд мы будем зарубаться с Вероникой. Вероник. Вот, а остальные старшие девочки будут готовиться здесь со мной, и я очень рад, что все завершилось прямо перед подготовкой, и мы начнем готовиться уже с завтрашнего дня. Ну и в заключении хочу сказать большое спасибо моим гимнастам и гимнасткам, их родителям, моим коллегам, которые и вступили за меня, и помогали, и поддерживали. И коллеги звонили с разных концов страны, моим одноклассникам, которые увидели репортаж и тоже стали звонить и поддерживать меня. Конечно, спасибо новому директору, который разбирался во всех хитросплетениях всей этой истории, документах, объяснительных и всем таком прочем. Спасибо начальнику управления, который также принял активное участие в моем возвращении. Кроме того, хочется сказать большое спасибо Никите Нагорному, который принял также участие активное в моем восстановлении. И несмотря на всю загруженность, он тем не менее помогал и также поддерживал. Поэтому Никите большое спасибо. И большое спасибо всем вам, кто писал комментарии, кто беспокоился, следил за этой ситуацией. Ваша поддержка, ваши слова, комментарии, донаты, репосты. Все это, конечно, очень меня поддерживало. Вплоть до предложения профессиональной психологической помощи и предложений новых мест работы, очень заманчивых и достойных. Всем хочу сказать большое спасибо. Спасибо. Я... Ну, наверное, все-таки моя работа кому-то нужна. И я это почувствовал во всей этой ситуации. И большое вам спасибо. Ну и не расстаемся. Я вернулся к записи видеороликов на YouTube. Придел некий разгон. И, ну, честно говоря, появилось... Вот, когда ты чувствуешь свою нужность, ну и хочется этим делиться. Поэтому будем дальше снимать контент для вас. Оставайтесь с нами на этом YouTube-канале. Подписывайтесь на другие социальные сети. Ну вот, например, всем рекомендую подписаться на мой Telegram-канал. Потому что именно там люди впервые узнали о том, что я все-таки вернулся. Там не нужно монтировать видео, не нужно включать VPN, чтобы поделиться новостями того, что у нас происходит. Поэтому подписывайтесь на этот канал. Большое всем спасибо. Увидимся в следующих видео. Надеюсь, уже скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok